Как многие из вас часто ходят вдоль воды? А из тех, кто вообще руку поднял, кто из вас достаточно часто так поступает здесь, в Казани? Процентов 10. Уже какая-то прогрессия наблюдается? Тут нужно признать, что в определенном аспекте Казани не уникальна тем, что большое количество городов в России и вообще в мире имеет великолепный потенциал, то что у них есть река, водное пространство. Потенциал этот пока не реализован, потому что в течение длительного периода времени города рассматривали набережные и, соответственно, прибрежные зоны только как часть технической задачи. Нужно асфальт поменять, нужно скамейки поставить, нужно соответствующее освещение обеспечить. Приятно отмечать информирование и понимание того, что разработка и проектирование общественных пространств это не просто техническая задача, это профессия, которая требует определенных навыков. На мой взгляд, вот этот конкурс, объявленный в Казани, это один из хороших знаков, показывающих то, что это понимание присутствует и здесь. Это позитивно. Ну, это своего рода такое длинное вступление было сейчас. Учитывая ограничения по времени, я смогу представить вам только два проекта, в которых принимал участие. Если тут вопросы, конечно же, я буду рад на них ответить, подискутировать. Я являюсь основателем Of The Grid студии, проектной студии, посвященной развитию общественных пространств в городской среде. И мы в своей работе работаем на трех уровнях. С одной стороны, градостроительная стратегия города, крупная, мастер-планы, генеральные планы на уровне, скажем, районов или микрорайонов. Мы также занимаемся проектированием общественных пространств. Хотел бы я начать с представления проекта Меганомы. Это был проект, разработанный международным консорциумом. Я выступал в рамках этого проекта лидером этого консорциума. В декабре мы как раз и получили первую премию в Москве. Потенциал, о котором упомянул в самом начале, присутствует и в Москве. Там огромное количество, особенно на периферии, зеленых пространств вдоль реки. 90% берегов Москвы и реки — это государственные территории, в смысле общественные, не только на бумаге. На практике к ним сложно добраться, они грязные, они, соответственно, не активные. И вот, как вы видите на этом слайде, не всегда для того, чтобы подобное пространство оживить, необходим какой-то сложный дизайн. Вот вы здесь видите абсолютно простые решения. Слайд отражает плотность населения в Москве, и вы видите, что вдоль реки на самом деле мало кто живет. Вот это карта доступности с помощью общественного транспорта, и вы видите, что особенно на периферии общественным транспортом сложно пользоваться. Свои предложения мы структурировали, различая, дифференцируя центр города и периферию. В центре порядка 80% — это застроенные территории, и только 20% — зеленых зон, и, наоборот, на периферии. И, соответственно, наша стратегия была двухсторонней, мы практически ее в девиз, в слоган вывели. То есть озеленить центр и интенсифицировать, наоборот, то, что находится на периферии. Меняя таким образом плотность как в центре, так и на периферии, мы расставляем акценты, уделяем внимание той важности, которую продаем, и периферии тоже. Провоцирую, конечно, этим изображением. Вы видите изображение площади Святого Марка в Венеции. А следующий слайд — как это можно сделать так, чтобы выглядело, как будто бы мы в Москве? Но месседж здесь такой, что общественное пространство, которое имеет доступ к воде, имеет уникальные качества. И, соответственно, мы взяли и предложили четвертую классификацию общественных пространств, четвертую категорию, ведь справа мы ее специально провокационной своей манере назвали портом. Порт, конечно же, не в смысле промышленный порт, индустриальный порт, а как место встречи, потому что порт является вратами в город, в населенный пункт. Важность, поэтическая важность — место встречи. Принцип простой. На экране в точке M должен быть круг, ее просто здесь не видно. Типичный микрорайон, который обычно имеет, скажем так, радиус 100-150-200 метров. Порт — это общественное пространство, которое связано с конкретным микрорайоном, с транспортным узлом. Это общественное пространство на реке. Ну и, естественно, место, в котором вы можете запарковать свой автомобиль, а дальше гулять вдоль реки. Соответственно, у каждого порта должна быть уникальная идентичность. Вдоль 80-ти километров побережных мы идентифицировали 40 подобных портов. Дух общественного пространства присутствует тогда, когда тут не только имеется определенный дизайн, но и идет определенная жизнь. Там должны быть кафе, там должны быть какие-то общественные помещения. Не только формальные, но и неформальные территории. То есть не только место, где вы можете пройти, но и место, где можете прилечь, если хотите. Очень важно, чтобы он был расположен в такой точке, откуда открывается великолепный вид. Близкая, даже если интимная, можно сказать, связь какая-то должна существовать между портом и водой. Возможно, ступеньки спускаются к воде, как вот здесь. Соответственно, указанные порты, как отметил вдоль реки, эти точки, центры активности были очень детально, досконально выбраны. Естественно, они были точками изменений не только сами по себе, но и как часть прилежащих территорий, на которых проводилась подобная работа. Обратите внимание на уникальную сторону для российских городов, и Москва здесь великолепный пример этого, потому что подобные вещи в Европе, скажем так, происходили в 70-х, 80-х, 90-х городах, когда города захватывали прибрежную территорию, используя для своих технических целей, такие как дороги и прочая инфраструктура. На днях общался с главным архитектором Москвы, который раздавал вопросы относительно предложенного нами проекта. И беседу я решил начать с якобы наивного вопроса такого. Вот, например, у вас новая концепция развития Москвы на северо-запад, большая территория. И в то же самое время у вас есть вот эта концепция развития вокруг Москвы-реки, которые как будто бы выглядят как направленные в разных направлениях. И, соответственно, то есть я рассматривал вот эти как две силы или два тренда развития города. Один ориентирован на внутреннее развитие, другой на развитие вовне. И, соответственно, моя точка зрения была то, что ориентация развития внутреннего, она более выгодна, поскольку и транспортные вопросы, и многие другие вопросы тут решаются, вместо того, чтобы направлять энергию вовне. Ну, вкратце, мы также, конечно же, не только исходили из концепции точек, но и линейные полосы вдоль набережной, то есть более традиционный подход к проектированию набережных. Мы идентифицировали различные категории, то есть как можно работать с прибрежной зоной. То есть у нас в рамках нашего контракта требовалось соответствующего задания, нужно было предоставить концептуальные решения, а не детальную проработку, соответственно, идеи по организации пешеходного пространства и так далее. Соответственно, идея заключалась в том, чтобы вот эти отношения города с водой сделать более мягкими, более близкими, соответственно, вы видите здесь и набережные более низкие, более приближенные к воде или даже естественные, чтобы не было вот этого разделения жесткого. Мне этот слайд очень нравится. Разные проекты, которые были предложены вдоль реки, и, соответственно, разбивка их по категориям. Соответственно, мы указанные 92 проекта идентифицировали, сейчас их развитие идет самостоятельно, без какой-то тесной взаимосвязи. Соответственно, мы взяли, сначала убрали карту, как они расположены, потом эти все кусочки перемешали и решили показать, как к ним относятся на сегодня, что их воспринимают как не взаимосвязанные проекты. Первым шагом было связать эти различные проекты одним общим принципом, чтобы хотя бы эта у них связь имелась. Начали с того, чтобы разные диаграммы, схемы рисовать, страницы текста писать, а потом все это вылилось в своего рода слоган «Нет транзиту». Таких слоганов оказалось у нас 12, оказалась эта вещь достаточно важная. Даже сегодня, даже мэр города, принимая решение, говорит, использует соответствующие слоганы «Нет транзиту вдоль набережных». И соответствующие проекты, которые рассматривались или даже инициировались, на сегодня не сворачиваются или заморожены. У нас, соответственно, 12 таких принципов, они бьются на три категории. Первое – река должна быть чистая, река должна быть доступная и река должна быть активной частью жизни города. Ну, вот тут у меня часть слайда, посвященная уже вопросам экологии, если вдруг возникают вопросы о цели чистоты, река должна быть чистая. Соответствующие проекты должны связываться с одной единой концепцией, но также мы предложили рассматривать ее в территориальном разрезе. В данном случае, в конце концов, у нас получилось 15 таких территорий, в которых рассматривать. Почему это второй уровень? Потому что понятно, что есть концептуально, а есть еще и третий уровень, когда предлагается мастер планирования, генеральная планировка. Соответственно, мы идентифицировали 15 подобных территорий, у каждой из которых уникальная локальная местная идентичность. Они связаны друг с другом на определенном логическом принципе тоже. Здесь, возможно, достаточно техническая диаграмма, но для нами она используется для того, чтобы показать важность включения в проекты, большого количества малых или подпроектов, важность интеграции. И одна из рекомендаций было предложение о создании организации, управляющей или занимающейся Москвой-рекой в целом. Это предложение было принято, организация была создана. Потому что важно, чтобы была некая сила, невыка, организация, которая обеспечила диалог не только государственного и частного сектора, но и взаимодействие с теми или другими заинтересованными сторонами, в том числе даже департаменты внутри государственной структуры. Вкратце, примеры территорий, разные проекты, ну и описание того общего принципа, как та или другая территория может играть свою ноту, свою роль в целом в Москве, в жизни Москвы. Вот то, что я вам сейчас показываю, это, по большому счету, вторая эта шкала на уровне района. Некоторые изображения. Еще одна зона. У каждой такой площадки имеются очень важные функции. Вот эта важная общественная площадка, место будущего парламента. Это промышленный полуостров Москва. В случае Москва-Сити, наш порт оказывается очень ограниченным общественным пространством, туда интегрирована также и большая портовка. Понятно, это концепции. Мы предлагаем тебе или другие идеи по развитию указанных 40 портов. Но, господа, пока я вам показывал изображение, касающееся периферийной части, а теперь центр. Однако, сразу признаюсь, в нашем окончательном отчете периферия занимала больше места, чем центр. И концепция озеленения центра не означала то, что мы будем деревья ходить сажать. Нет, это означало то, что мы вернем центр пешеходам. Иногда необходимо быть достаточно креативным, потому что без автомобиля, без дорог никак не обойтись. Соответственно, нужно создавать более низколежащие пешеходные прибрежные зоны. Ну, пару изображений муниципалитет от городской администрации напугал. Они говорят, что такое, люди же туда провалятся. То, что этот проект имел такое большое количество разнообразных сторон, это важно. Но особенно было важно в рамках этого проекта то, что мы говорили о 40 разных центрах, точках активизации жизни на реке, на воде. Ну, и дальше наш стенд в рамках соответствующего конкурса, представления публики. Ну, и сейчас мы всячески работаем над тем, чтобы в Москве появился день Москвы-реки. Мы подали соответствующие предложения, и мы убеждены в том, что очень важно, чтобы на месте, в непосредственной территории, в сообществе, что-то начало происходить уже сейчас. Соответственно, надеемся, что и будет принято. Вкратце уроки, которые мы почерпнули, работая с проектом Москвы-реки. Первое, что хочу отметить, именно планирование должно стоять во главе процесса, а не технические исследования. Очень важное место имеет городская стратегия развития набережных, прибрежных пространств. Поскольку, если такой не будет, если рассматривать каждый проект, каждый отдельный уголок набережной как отдельный, тогда, естественно, что более сильные проекты будут получать свой приоритет. Обычно в городах это оказывается транспортная, это дорога. Второй аспект. Вода — это общий актив. Соответственно, все, кто им пользуется, должны вносить свой вклад в его поддерживание. Соответственно, и вот это касается концепции интеграции на уровне того или другого района. Вода — это общественное пространство. Этим общественным пространством пользуются все, выгоду от него получают все девелоперы. И если уж они его получают для себя, то они, соответственно, должны вносить свой вклад и в развитие общественного пространства тоже. Второй проект, очень кратко его пробегу. Калининград. Работали вместе с французскими архитекторами, Девилье и Ассоцией. Международный конкурс, на нем мы оказались вторыми. Но в результате для реализации выбрали именно нашу компанию, а не тех, кто занял первое место в конкурсе. Потому что у первых у них были великолепные, конечно же, эскизы архитектурные, но в вопросах городского планирования, я так считаю, видимо, мы были чуть лучше. Это великолепный пример того, как можно разные проекты в рамках района интегрировать. Калининград в свое время был Кенигсбергом, до Второй мировой войны был очень важным центром, активным еще со времен Средневековья. Сейчас вот так выглядит в связи с двумя аспектами бомбардировки в ходе Второй мировой войны и принципом табула разы, чистого, выжженной, опустошенной территории. Проект работает над пустым пространством, исторический центр города. На севере лежит поразительной красоты озеро. С южной стороны ниже протекает река и исторический ценный собор и парк. А тут мы не концентрировались непосредственно на набережных, мы просто работали с территорией между соответствующими водными объектами. Ну а дальше еще и невозможно работать непосредственно с рекой, потому что там преграждает тебе доступ к шоссе, а также пустота, которая заставляет тебя чувствовать потерявшимся. Достаточно амбициозный проект, воссоздать центр, который позволяет городу наладить или восстановить связь с рекой, реке с городом. Здесь достаточно важное заявление для того проекта, это связывание озера, которое находится на севере, с рекой посредством пешеходной зоны. После соответствующего конкурса мы работали с властями города для того, чтобы далее продвигать эту идею, это видение. Было организовано достаточно много общественных семинаров, большое количество встреч с соответствующими подразделениями городской администрации, с местными архитекторами. И необходимо отметить, что предложенный план, соответственно, пешеходная связь озера с рекой, проходящей по центру городской территории, вызвало достаточно активные эмоциональные даже дискуссии. Кто-то был за, кто-то был против, и нужно отметить, что это лишь концептуальное предложение, не детальная проработка. Для реализации подобной амбициозной цели требуется достаточно много усилий по координации, особенно в вопросе транспорта. Посмотрите на предыдущий слайд, видите, вот здесь у нас важная транспортная артерия города, мы ее пересекаем. Для того, чтобы суметь это реализовать, достаточно смелости нужно иметь. Очень важно достаточно плотно это обсуждать, потому что если изначально это продавливать, концепция провалится. Да, мы выиграли, не выиграли, мы были вторыми в том конкурсе, потом нас назначили основным консультантом, но тем не менее мы в самом начале этого длинного, на мой взгляд, процесса. Любой мастер-план – это инструмент для диалога, он должен быть гибким, он должен быть способным эволюционировать. Дальше, для того, чтобы гору трансформировать из города, который основывается на автомобильном транспорте, в город, который дружелюбен к пешеходам, необходимо принятие решений, которые основываются на кросс-дисциплинарных принципах и принимаются достаточно смелыми людьми. Необходимо отметить то, что обязательно дойдутся люди, которые будут бороться, противиться этим переменам. Обычно это не рядовые горожане, которые там живут, потому что если вы им доносите до них все эти идеи, причины для перемен, они обычно это поддерживают. Обычно противостоят этому те или другие эксперты из тех или других отраслевых аспектов, зон, сферы ответственности. Соответственно, для того, чтобы указанный проект реализовался, очень важно, чтобы в городе нашлась организация, некий чемпион, кто будет продвигать этот проект, организовывать диалог вокруг его реализации. И для России достаточно уникальный пример. В Калининграде продвигает этот проект НКОС, состоящий из восьми людей, называется «Сердце города». Они взяли на себя ответственность. И это все. Спасибо большое.